Известный психиатр и криминалист скончался в первых числах января. Михаил Виноградов часто выступал в качестве эксперта в программах каналов ТНТ и НТВ. Еще в декабре у Виноградова диагностировали коронавирус. Под Новый год его состояние ухудшилось, но врачи оказались бессильны, поскольку организм пациента очень ослаб из-за последствий вируса и хронических недугов. Михаила Викторовича многие зрители помнят по шоу «Битва экстрасенсов». Эксперт появлялся в нескольких сезонах передачи. По результатам испытаний специалист оценивал тех магов, которые были достойны дойти до финала. Пришло печальное известие. 1 января 2021 года умер Михаил Викторович Виноградов, психиатр-криминалист, принимавший участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах «Битвы экстрасенсов». Такое сообщение появилось на днях в группе ВКонтакте, посвященной мистическому проекту. Михаил Виноградов много лет сотрудничал с ФСБ и МВД. Его интересовало поведение человека в экстремальных ситуациях и формирование психологического портрета преступника. На основе этого можно было составить алгоритм действий злоумышленника. Например, в прямом эфире проекта «Независимое расследование канала НТВ Виноградов» представил психологический портрет барнаульского маньяка. В конце 90-х Виноградов создал собственный центр, в котором собрал различных специалистов – экстрасенсы, биотерапевты, целители. Организация приносила Михаилу Викторовичу неплохие деньги. Онлайн-консультация с экстрасенсом центра стоит 12 тысяч рублей. Духовно-оздоровительный сеанс уцелителя обходится в 20 тысяч рублей. Около шести лет назад Виноградов выпустил книгу о битве экстрасенсов, в которой рассказал о работе над первыми сезонами телепроекта. Самая интересная первая битва оказалась по ряду причин. Одна из них состояла в том, что все ее участники показывали, с точки зрения простого неискушенного человека, настоящие чудеса. Коллектив съемочной группы впервые видел поражающие воображения феноменальные способности уникумов. Кроме того, первый состав экстрасенсов оказался самым сильным, и многие участники по своему чудодейственному воздействию были почти равны друг другу. Это были действительно люди, обладающие большим даром, писал Виноградов. Спасибо за внимание. Если вам было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня.